Регулярные встречи на площадке ФНС позволяют обеспечить взаимопонимание между налогоплательщиками и управлением, а также донести до широкой общественности те актуальные вопросы, которые сейчас на повестке дня. Цель таких мероприятий – это получить ответную связь с налогоплательщиком и, скажем, популярно донести до сведения налогоплательщика суть нашей работы. Ведь, знаете, как стратегия развития Федеральной налоговой службы предполагает, что когда-то мы должны стать совсем невидимы для налогоплательщика, но очень полезны. Мы открыты для диалога, мы открыты для всех налогоплательщиков в Саратовской области. Если у вас появились какие-то невыясненные вопросы, обращайтесь, мы постараемся вам помочь разъяснить ту ситуацию, в которой вы оказались. На встрече налоговики рассказали об изменениях в своей работе и напомнили о том, что у налогоплательщика всегда есть возможность досудебного урегулирования. Применение налоговыми органами примирительных процедур позволило более эффективно и максимально короткие сроки разрешать спорные ситуации, устранять причины, порождающие конфликты, что в целом отражается на результатах досудебного урегулирования. Управление Федеральной налоговой службы России по Саратовской области также уделяет внимание и теме теневой занятости. Работодатели, выплачивающим заработную плату в конверте или не заключающим трудовые договора с работниками, в очередной раз напомнили о необходимости легализации. Выйти из тени призвали и тех, кто до сих пор осуществляет предпринимательскую деятельность без госрегистрации. В рамках мероприятия на площадке Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области также рассказали о работе Регионального фонда развития промышленности. Подобное сотрудничество бизнеса и фискальной службы – наглядный пример взаимовыгодного взаимодействия, опровергающий обывательские негативные представления о налоговиках. Успешная работа фонда отчасти зависит и от успешной деятельности последних. Чем больше поступлений в бюджет, тем шире возможности для поддержки предпринимателей. Об этом заявила его руководитель Марина Крупчак. Льготное софинансирование предоставляется на 5-7 лет. Максимальная процентная ставка – 5% годовых. Речь идет о предприятиях, которые производят и выводят на рынок инновационную, высокотехнологичную, конкурентную продукцию. Эта отраслевая направленность – это, прежде всего, промышленные предприятия, промышленное обрабатывающее производство. Имеет значение сам проект, его научная составляющая, его целевая направленность. А целевое – это создание серийного производства продукции либо наилучших доступных технологий, не имеющих аналогов в России, либо импортозамещающих, либо экспортной направленности. То есть даже если у вас уже действующее производство, и вы готовы что-то в нем улучшить и запатентовать идею вашу или ваших специалистов, и в этом улучшении есть научная составляющая, вы имеете возможность претендовать на займ фонда развития промышленности. Фонд развития промышленности Саратовской области заключил соглашение с Фондом развития промышленности Российской Федерации о софинансировании на условиях 30 на 70. 30 – область, 70 – федеральный бюджет. Плюсы – они длинные, от 5 до 7 лет, и они достаточно относительно дешевые, от 1 до 5 процентов, 1, 3, 5 процентов годовых, в зависимости от программы и от условий самого проекта. Если заемщик предполагает в процессе реализации проекта выпуск продукции, предполагаемой отгрузку на экспорт, со второго года серийного производства в размере выручки не менее 50% от суммы займа, и это предусмотрено в проекте, и подтверждена экспертиза, и вот эта вот востребованность, предполагаемая к выпуску продукции за рубежом, востребованность именно за рубежом, то процентная ставка на все 5 лет становится 1% годовой.